13 ноября в календаре отмечен как Международный день слепых. Эта дата призывает нас не забывать о людях, нуждающихся в простой поддержке. Сегодня слабовидящим и незрячим стараются создать максимальные условия для всестороннего участия в жизни общества. Большую роль в этом играют и технические средства, как гаджеты помогают контактировать с окружающей средой, узнавала Анастасия Алексеева. В руках у учеников Чебоксарской коррекционной школы волшебные карандаши. Писать и рисовать ими не удастся, но зато они могут рассказать все, что написано в книге. Нужно только поднести его к рисунку. Как я прыгнул! На самом карандаше можно регулировать громкость, присоединять к нему наушники. Книжки тоже необычные. В странице встроены специальные чипы для воспроизведения. Все рисунки рельефные. Дети с таким оборудованием разобрались в два счета. Сначала проходит адаптация, естественно. Они не всегда сразу могут привыкнуть. То есть надо обучить их этому. И наши учителя справляются с этим. И дети приспосабливаются к лучшим условиям для них. И я думаю, они рады таким новинкам. Подобные гаджеты помогают детишкам легче воспринимать окружающий мир. Поэтому в школе-интернате стараются чаще их приобретать. Цены кусаются, но на помощь приходят благотворительные организации. Ученики сегодня могут свободно пользоваться брайлевским принтером, специальным калькулятором, говорящими книгами, смотреть фильмы с тифлокомментариями. На черном фоне появляются красные буквы названия фильма. Ход к камеру с подковкой на листе буквы О. Без технических средств не обходится и библиотека имени Толстого. Когда здесь появляется новое оборудование, первым его изучает библиотекарь Николай Парахин. Он не видит уже много лет, но это не мешает ему разбираться в инструкциях не хуже любого айтишника. Как правило, прежде чем браться за новую технику, я читаю инструкции по ее пользованию, читаю мнения людей на форумах, читаю рассылки на эту тему. И уже потом это несложно освоить, когда уже знаешь, с чем столкнешься, поскольку до тебя уже кто-то прошел, кто-то освоил. Ежедневно незрячие люди обращаются к Николаю за помощью в освоении новых гаджетов и компьютерных программ. Александр Чернов приходит к нему учиться ловко обращаться с курсором. Для этого требуется специальная программа для незрячих по использованию персонального компьютера и текстовый документ. Я вообще текст распечатывать научился. Сейчас я хочу сам быстро научиться исправлять ошибки. Сегодня для посетителей библиотеки доступна самая новая специализированная техника. Говорящий сканер делает фотографию страницы книги, распознает на ней текст и произносит. Слабовидящие могут воспользоваться, так скажем, электронной лупой. Мощная камера и экран высокого разрешения позволяют увеличить картинку в 16 раз без потери качества. А в отделе говорящей книги на полках вовсе не бумажные издания, а флеш-карты. На каждой по несколько произведений. Выбирай любое и слушай. Порой воображение рисует картины ярче, чем мы видим в повседневной жизни. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.